Всем лучей добра, нагиба в рандоме и конечно же приятного аппетита! На связи Амера и сегодня ко мне в ангар заглянула еще одна фугасница, а именно КВ-2 образца 39-го года. Расположен же он на третьем ранге и имеет в РБ боевой рейтинг 4.3. И на таком вот ТБРе он неплохо нагибает, хотя да, можно согласиться, что та же СУ-152 намного лучше, ввиду ее меньшей перезарядки, но у нас все-таки есть башня и нас не так высоко кидает. С таким боевым рейтингом мы, например, не попадаем против Тигров и Пантер, хотя другие танки, против которых мы попадаем, тоже могут доставить нам некоторые проблемы, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, наверное, немножечко истории. Итак, история нашего танка началась 19 декабря 1939 года, когда было подписано постановление Комитета оборонной Советского Союза под номером 443СС, согласно которому танк КВ-1 был принят на вооружение РККА, или Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Стоит отметить, что опытный образец танка КВ-1 проходил войсковые испытания и принимал участие в Советско-финской войне. И вот тогда, в ходе боев, Советское командование пришло к очень хорошему, такому замечательному выводу, что необходимо иметь кроме танка КВ-1, который был вооружен 76-мм пушкой, еще и тяжелый танк, который мог бороться с дотами, надолбами и другими фортификационными сооружениями. Честно говоря, мне кажется, КВ-2 мог бы и не появиться, если бы у финнов не было линии Маннергейма, ведь именно для нее как бы и должен был создаваться данный танк, ну и впоследствии, соответственно, применяться и против других там вот сооружений в последующих войнах. Но катализатором явилась вот эта Советско-финская война, как я и сказал ранее, линия Маннергейма. Но это ладно, партия сказала надо, конструкторы сказали сделаем. В итоге, по требованию военного совета Северо-Западного фронта, первые четыре машины из установочной партии КВ должны были быть вооружены 152-мм гаубицей. Для решения же данной задачи было привлечено два конструкторских бюро. Первое это СКБ Ленинградского Кировского завода, а также инженеры завода номер 172 имени Молотова. Самое удивительное то, что на разработку проекта данного тяжелого танка было отведено всего лишь несколько дней. Я уже прям чувствую, как у вас прослеживаются параллели с разработкой СУ-122 и СУ-152, которые не за несколько дней, но тоже довольно-таки быстро были изготовлены, спроектированы и сделаны. В общем, чтобы быстро все это сделать, я имею ввиду КВ-2, конструкторов перевели на казарменное положение, и они работали по 16-17 часов в сутки. И это, конечно же, дало свои плоды. Буквально за две недели проект был готов, и уже в феврале 40-го года был изготовлен опытный образец, получивший обозначение У-1. Кстати, когда КВ запустили в серию, то есть когда был КВ-1 и КВ-2, этих названий на самом деле не было. Не только в начале 41-го их так начали называть, а до этого просто говорили, что танк КВ с малой башней и танк КВ с большой. Также можно сказать пару слов и о других модификациях данного танка, а именно не с другими башнями, об этом-то все знают, а с другими пушками. Например, вот там ставилась 107-мм орудия ЗИС-6, с которым данный танк проходил полигонные испытания. Но из-за неудовлетворительной кучности стрельбы, а также малой живучести и недостаточной прочности деталей затвора на вооружение, данный вариант не был принят. Также еще вот тут я почитал, вроде как пишут, что с 85-мм пушкой F-39 испытания КВ-2 проходил, но, честно говоря, фотографий я в интернете не нашел. Может правда, может быть нет, я тут, честно говоря, не знаю. Ну а если обобщать, то я думал, КВ-2 со 107-мм пушкой был бы замечательным премом с адовым бронепробитием и с лопочной перезарядкой, так как она была раздельно-гильзовая. Хотя, если быть честным, то вот эта его замечательность тут все еще зависит от того, куда же его закинут, если, конечно, его будут делать. Ну это ладно, давайте-ка перейдем уже к разбору самого танка, а то с историей я что-то увлекся. Итак, что же может у нас данный танк в рандоме? Ну если в грамотных руках, то только наводить ужас. Ну а почему в грамотных, вы меня спросите. Ну тут есть, на самом деле, несколько факторов. Первый, конечно же, бронирование. Хоть у нас и не такой высокий боевой рейтинг, 4.3 это не так высоко, как, например, УСУ-152, у нее вообще 5.0. В общем-то, мы не попадаем против тигров, пантер и так далее. Но мы все равно попадаем против тех же самых Шерманов с длинноствольными 76-мм пушками. Ну а немцы, у них тоже хорошие вот эти 75-мм орудия, там, с длиной ствола в 43 калибра и в 48.0. А также против нас еще ведь ягдпанцер 4-й с длинноствольной пушкой закидывают. В общем, с ними надо быть предельно осторожным. Ну и, конечно же, не забывайте ромбовать корпусом, ибо если вы делать этого не будете, вас туда будут легко пробивать. И это я не говорю о башне, которой заромбовать так же, как корпусом, не получится. Хотя, можете немножечко отворачивать, я думаю, это поможет вам для танковки снарядов. Но только чуть-чуть, потому что у нее есть щеки, и чем больше вы отворачиваете, тем больше вы их подставляете. Ну и напоследок по броне стоит сказать о самом уязвимом месте данного танка. Я имею в виду щель, которая расположена между крышей корпуса и башней. Там брони всего лишь 30 мм, и если говорить честно, то вряд ли обычные танки будут туда вам стрелять. Но вот зенитки, например, тот же самый Оствинг, он туда сможет вполне вас пробить. И, кстати, у него-то снаряды каморные. Если он туда вас будет пробивать, то урон будет уносить существенный. Ну а теперь перейдем к вооружениям, а также ко второму пункту, почему на данном танке нужны руки. Вообще, виной всему перезарядка. У нас вот на СУ-152 в стоке она была 27,7 секунды. Здесь же она целых 43,3. Поэтому при стрельбе на нем вам лучше не промахиваться, ибо до следующей перезарядки вы просто можете не дожить. И также, кстати, лучше иметь очень хорошо прокачанный экипаж. И помимо его еще покупать и экспертов. С ними время перезарядки у меня вот стало 35,3. То есть она довольно-таки существенно снизилась. Дальше у нас идут снаряды, и их целых три. Два бронебойных и один фугасный. Для меня, как вы поняли, основным, конечно же, был фугасный. Ведь я так их люблю. Ну, 75 мм бронепробития. И даже на боевом рейтинге 5-0, когда я катался на СУ-52, их вполне хватало. А на БРе 4,3 вообще подавно. Правда, есть один нюанс. Не надо весь БК забивать этими снарядами. Хотя бы три возите бронебойных. То есть, ну, в зависимости от прокачки. Можете сначала стоковый бетонобойный, а потом уже нормальный бронебойный. Вот эти снаряды надо брать специально против немецкого КВ. Потому что, в отличие от Тигра и Пантеры, вот когда мы воевали на СУ-152, их вот можно было убить, когда они рамбут через надгусеничную полку. Там, потому что боекомплект располагается и так далее. А вот у нашего КВ нет такой болезни. Ну, нет у него надгусеничных полок. У него есть бронелист 75-мм. Да, у нас, конечно, бронепробитие тоже 75 фугасом. И у нас есть плюс-минус 10% это разброс к бронепробитию. И мы, по идее, можем его как-то пробить. Ну, чисто случайно, если выпадет. Но на это надеяться, я думаю, не стоит. Мы можем также в командирскую башенку стрельнуть. Но, опять же, мы вряд ли его ваншотнем. Мы можем выстрелить в башен, сломать пушку и убить, например, стрелка-радиста или механика-водителя. Но это только вот мы этих повредим. Мы, опять же, его не убьем. Нам же надо убивать. Так что, возите с собой против них бронебойные снаряды. Что же касается других противников, то там, конечно же, только фугасы и только хардкор. Главное, только стрелять, и поточнее. Мы, напоследок, ходовые характеристики. В принципе, они вполне удовлетворительные. То есть, на месте мы, конечно, крутимся не очень, но зато скорость набираем быстро. На этом с основной частью можно закончить. В принципе, танк мне понравился. Хотя, что я говорю, он вообще всем, наверное, нравится. Хотя, да, у нас башня крутится медленно, перезарядка долгая. Но, с другой стороны, у нас вполне годная подвижность. Да и если мы грамотно будем ромбовать, то наша 75-миллиметровая броня сможет удержать почти все снаряды. Отдельно стоит сказать, что я рекомендую играть на нем во взводе, ибо перезарядка большая, и на ее время вас обязательно кто-то должен прикрывать. Да, вы можете закатиться какое-либо препятствие, но ситуации бывают разные, и не всегда имеется такая возможность. Итак, дальше вас ждут еще интересные моменты из боев. Надеюсь, они вам понравятся. Ну, и если вообще вам все понравилось, то вы можете отблагодарить меня, поставив лайк. Также подписаться на канал. Еще можете оставить свой комментарий под видео. Ну, и не забывайте участвовать в голосовании в ВК-группе. Я же на этом с вами прощаюсь и говорю, как обычно, увидимся в прицеле. Вот самый эпик, да, когда такой выцеливаешь-выцеливаешь. Забыл, что фугас может взвестись на дереве, там, на заборе, и стреляешь, и просто вот в этот момент ты понимаешь, что все пропало. Он уезжает. Не уезжай в закат. Сейчас я ему отправлю. Я... Ага. Блин, ну вообще, я... Да. Я отправил дерево. Я отправил дерево в ангар. Шикарно. 10 из 10. Это кто? Нет хелката. А, нет. Был хелкат и нет хелката. Атомы. Просто на атомы. Просто на атомы, да. Иногда. Не всегда, но иногда. У меня перезарядка. Где мы стоим? На платах хелкат выезжает. Давай. Сейвся. Арханг, сейчас 34-ка тебя спасет. Да, да. Сейвся. Живи. Хэштег Арханг, живи. Ну все, я сейчас перезаряжусь уже. Она еще живая? Да, живая. Что? Попадание? Серьезно? Что? 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 75 миллиметров. Ладно, он пробил, но... Попадание? Серьезно, ребят? Ну ладно, ладно. Возможно? Я в хелкат сейчас в лоб. В НЛД. Надо было в башню стрелять. Я думал, сейчас в НЛД стрельну. Его просто разнесу. Я его просто аннигилирую на атомы. Ага. Я на атомы только трансмиссию саннигилировал с пушкой на пару. Да, да, да. Я перезаряжаюсь. Надеюсь, не сработает. Ну, на колючке не сработало, но я его не убил. Но я ему победил боевую кладку. Почти весь экипаж... Короче, добивайте его. Я перезаряжаюсь. Он там еле живой. Еле живой. Я-то думал, хелкат дальше стоит. О, еще один хелкат слева, кстати. Проехал. Проехал, да. Ну, то есть от церкви проехал в нашу сторону. Точнее, параллельно нашему курсу. Пазик можешь добить. Он там точно набирает. Хорошо, сейчас. У меня перезарядка пока. Все. Снова, снова. Все. Фу, на раскачке смог. Сзади, сзади, Мэрич, сзади. Сзади? Да. Где, на пляжу? Сзади меня. Я вижу, вижу. По мне зенитка валит. Я по М6 стрельнул, не попал. Попал по зенитке, мне написали. Помогите. У меня перезарядка вообще. Я вообще у церкви. Я без горизонта. Мы без вертикана. Сзади где? Ты не сказал, на пляжу? Подожди. О, все. Меня сейчас тоже будут убивать. Так, разряжаюсь. О, нифига себе, нифига себе. О, только не умереть, не умереть. На ремонте. Не умереть. Нет, нет, нет. Я жив. Мне сломали пушку. Я на ремонт. Сейчас поднимемся. У меня горизонт и пушки нет. Я не знаю, что делать. Ладно, встал на ремонт. Откатывайся. Они объехали нас, объехали. Я не знаю, они дальше, если поедут, мне 20 секунд. Ой, все, я сейчас умру. 20, это еще быстро. Ну, так, так, так. Шерман меня не видит. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Нет, 12 секунд. Черт. Он в квадрате где-то в D6. В D6. Ты же маркернуть можешь. Погоди, погоди. Давай, давай. Починка. Нет, не умирай. Живи. Хэштег КВ живи. Давай, 2 секунды. 2 секунды. Ой, у меня еще перезарядка заново началась. Я убил Шермана. А там еще один. Он по мне. А, по тебе стрелял. Он по мне стрелял. И еще. Вот, вот, за этим, вот, что взорвалось, там стоит Шерман. О, по мне стрельнул только что. Давай его. Жахай. Жахай по нему. Практически все выбил. Как он выжил? Фу. Ну, хоть что-то выбил, а. У меня перезарядка. Я думаю, сейчас я здесь... Он беззакритованный. Ну, я думаю, сейчас я его добью. Давай, 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 давай. Перезарядка, перезарядка. И он отправляется в ангар. Я не знаю, как я там выжил. Это просто был эпик. Я не знаю, может быть, из... О, сзади, 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 сзади. Сзади М6 выехал. М6. Help me. Help me. У меня половина перезарядки прошла только. Он по тебе стреляет, да? Я не вижу, блин, пострелять. Он прямо в проходе. Прямо перед тобой. У меня еще немножко. Все, все. Не очень. Попадать. Ай, блин, я и забыл, что у него верхняя часть 76 миллиметров. Вот я рак, а. Там Джамбо. Джамбо. Я ему в борчину выстрелил. Я же забыл, что это Джамбо. А у него 76 ммэ. Ну ладно. Не, он стоит. Прямо на пляжу. На точке стоит. Ну, если он будет дальше... Если он будет жить, то я его сейчас добью. Сейчас-то я уж точно его добью. Он подвесился. На точке. Все. Молод... Я молодец. Я молодец. Я выстрелил, так сказать, в единственное его уязвимое место. Так, берем. Все, погнали, погнали, погнали. Давай, давай, давай. Мехвод. Бедняга. Жми педали, рычаги дергай, погнали. Крути педали, Мехвод. Крути педали, да. Пока бомбы сверху не дали. Все как тогда. Дрон идет впереди. Его начинают разбирать. Я его спасаю. И так далее. Мы против... Кстати, мы против немцев с американцами. А еще хорошая тактика. Выпищиваем вперед дрона, он принимает на себя удары. Когда они разрядятся, выезжаем мы. Халкат, 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 халкат. О, я его поймал! Ого! Он был такой быстрый! Ты бы видел, он прям такой... Хоп-хоп! Да, я еще одного поймал. Фу. У меня аж адреналин вдарил. Итак, дрон, у тебя есть чего? Нет, пусто. Пусто, пусто. Выросла капуста. Вдалеке я вижу, что-то стоит там. Видишь, за трупом. Да, да, да. О, вот он, по тебе только что ударил. Перезаряжаемся. Кто это у нас там такой? Кто это у нас там такой? Это был халкатик! Дрон, ты бы видел, в какую часть я его завалил. Слева, слева, дрон, кто-то стреляет. Ты бы видел, как я его... Вот просто... У него там чуть-чуть капелюшечка торчала. Справа, справа, ребята. У меня перезарядка все равно. У меня зато кончилась. Дайте я выкачусь. А что ты ему сделаешь-то? У него 75 мм. Ему только... А, в крышу, в крышу корпуса. Да в крышу корпуса надо было сжахнуть ему и все. Ну, в башню. Не пробил корпус. Серьезно? ББшкой? Ну да. Дрон, давай. В корму или в МТО ему. Жахни. Жахни ему. Дрон, жахни. Да здравствуй. Серьезно? Просто, вау. Он не пешку повредил. Теперь моя очередь. На двигатель, в двигатель давай. Да ему в башню. Затылок, да. Затылок под самодвигатель. Давай. Критические. Горит бубновый. Давай, он сгорит. Его сейчас 85-ка добьет, наверное. Нет, он потушился. Ну, блин, я уже добить не успею. Да, все. Спасибо 85-ке. Мы просто сделали его. Да, мы сделали. Мы, да. 3 КВ-2 заколупали еле немецкого КВ. Так, ну что, подождем перезарядки. Так наши на точке А уже прошли, кстати. Что-то не захватывают они. Надо рашить. Рашить надо. Ну, давайте пойдем к точке А. Я бы, по идее, пошел левее, наверное, через базу. А там же есть вроде пацаны. О, погоди, 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 погоди. Там Шерман стоит вроде. Ну-ка, проверим. А, смотри-ка, он живой был. Ну, ладно. Теперь он не живой. И Шерман там был. Торчит Шерман. Ну-ка. У Шермана торчала немножечко гусеница. О, еще один Шерман. А он живой? А там уже... О, еще один Шерман. Еще один Шерман. Там, там... Там еще один Шерман. У меня половина перезарядки прошло. Шерман, ну куда ты уезжаешь? Все, и этот Шерман ушел. В общем, Шерманская атака, Шерманский зеркаль задавлен. Мне надо вот этого забрать. Да-да-да-да. Там где-то 400, даже меньше. Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Давай-давай. Едь, едь. Он еще ничего не подозревает. Гусеница. Я попал в гусеницу. Давай. Я попал в гусеницу. Я молодец. Надо было чуть выше брать. Чуть выше. Давай. Ну ты-то теперь точно завалишь ее. Ты сможешь. Охренеть. Трансмиссия гусеница, стрелок радист. Сейчас завалит. Значит, КВ справа ее завалит. А что он по мне-то стреляет? О, во, все, завалил, завалил. Мы дрон не смогли. Смог другой КВ. Кто-то выехал. Ой, штук, штук-то прямо на меня выехал. Штук прямо на меня выехал. У меня перезарядка. О! Двигатель, гусеница, радиатор. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас его добью. По крайней мере, он не сдурится. Да, он там. Он прямо на меня пырится. Так он выжил. Я могу добрать, что у меня ее почти... А. Что? Трансмиссия, ствол орудия, механик, водитель? Серьезно? Добирай его. Контрольный. Давай, контрольный, все. Я думал, я его добью. Все-таки 50 мм у него во лбу, а мне 75. Зенитка со стороны, где хетцер стоял, выезжает. И там еще. Там зенитка выехала и... Две зенитки выехало. Две зенитки там. Я беру левую. И... Круто, я беру, Павел. А я сделал попадание. Шикарно. Погоди, ожидание результатов было. Наши смерти нам не запишутся в остатку. Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...